всем привет всем доброе утро у нас гоше завтрак у меня кофе у гоши часть булочкой с маслом а у меня тоже булочка с маслом вот мы напополам ее так сделали здесь у нас булки мы вчера покупали в общем то сейчас еще ребятишки будут большие кушать вот так что у нас сегодня на улице ветер конечно но пока на градусники 19 градусов показывает но смотрю одеты одеты все то что на балконе конечно прохладненько вот так ладно будем кушать всем приятного аппетита то тоже кушает в это же время и включусь чуть-чуть попозже так ну что проснулась машин кожу булочку кушать с чайком вот кто спрашивал это моя средняя доча это младший а вот это собственно говоря посмотри в кадр это старший у меня вот у меня трое их старшему 16 лет закончила 9 класс средней дочери 13 лет 6 класс закончила ну а это у нас маленький нашему пять лет до так что вот так всем всем приятного аппетита девочки решила утра пораньше сделать маску в общем-то умылась я сейчас ходила очистила хорошо лицо вот ну и маску будет у меня сегодня желток куриный чайная ложка крахмала картофельного и чайная ложка меда все перемешиваем и будем наносить на лицо сушить у нас так плохо вода вода что у меня с кисточкой с этой сушить не отваливаются еще что-то утром у нас было солнышко сейчас прям значительно похолодало я прям сейчас гошу позвала домой у меня переоделся потому что в 1 толстовки побежал и прям прохладненько вот сегодня нужно будет сходить к педиатру и заказать лекарством то есть мы ежемесячно машинки заказываем лекарства которыми она пользуется вот ну и еще нужно будет сходить так вот такая вот масса получается маски много еще можно оставить на вечер вполне в общем еще нужно будет сходить сделать ксерокопии потому что ксерокопии здесь творождения там еще что-то в общем в 10 класс и поступление в 10 класс то есть нужно подготовить документы справка составе семьи у меня есть вот ксерокопии и заполнить заявление нужно будет вот ну и конечно же поскорее унести документы школу чтобы уже секретарь сказал чем быстрее тем лучше чтобы они уже знали количество детей которые будут поступать в 10 класс вот ну вы знаете вот сегодня идти мне сейчас же саша пока до конца месяца он у меня на каждодневном графике то есть еще до этого работу четыре через четыре то есть четыре дня работает четыре отдыхает а сейчас пока не замещение вот я к чему что до школы конечно далековастенько а вдруг пойдет дождь и сегодня обещают дождь я уже закинула стирку кстати и ну думал что знаете вот не совсем и жарко но солнышко светило я подумал что я сейчас все на балконе развеешься на меня быстро все высохнет скорее всего буду дома все развешивать потому что что-то мне кажется что должен пойти дождь в общем делаем маску освежаем лицо от любой маски лицо становится более такое разглаженное что такое прям ровненькое все ну и свеженькая конечно же можно побольше маски много находим 15-20 минуты смываем теплой водой все и будет нам красивая свеженькая личка все хорошо уже опять надо мне подкрашивать корни волос кажется только подкрасишь они раз опять отрастают девочки холодно на улице это вообще жуть утром было 19 градусов сейчас я маску нанесу и пойдем посмотрим вместе с вами сколько там какая температура на данный момент я сейчас гошу шапку одела прям кофточку курточку ну увидела ребятишек конечно на улице конечно тоже очень хочется гулять дом сидеть знаете ну все в принципе можно на ручки нанести я вчера кстати маску сидела вам не снимала у меня был мед о нет не мед у меня был крахмал кефир и знаете что добавила сахарную пудру в общем все перемешала прям на руки у меня руки правда после этой маски нежные нежные и делала утром вечером ну не снимала вчера вообще ничего не снимала вот так друзья в общем то нанесли и ждем немножко но сейчас конечно подсохнет подтянется личико вообще лучше всего сейчас конечно лечь расслабиться чтобы личико у нас так расслабилась да и каждая чтобы частичка кожи хорошо восприняла масочку вот так ребятки так машинка тут у меня кушать готовит картошечку режет пока мясо у нас кипит сегодня будем суп с лапшичкой варить водичка уже достаточно выкипела надо подлить будет так ну и в общем то детишки пока бегают но я думаю что ну вот кстати вот над школой вот как бы разъяснивается как бы такое небо голубое здесь прям все так под затянуто но может быть все так тучи уйтут от нас вот так ну и какая у нас сейчас температура ну конечно сейчас у нас 14 градусов кстати вот купила вчера я вам говорила наверное не говорила не знаю в общем купила шторку москитную то есть на дверь голубенькую взяли мы в общем будет тепло будем вешать гляньте какая у меня петрушка мы ее не срываем она у нас знаете так для зелени прям ну для общего вида а вот да конечно прохладно прохладненько прохладненько хочется конечно тепло ну гляньте я вот эту сушилочку это которая у меня одна батарея на висела и на кухне вешал для полотенчиков я ее в общем отсюда пристроила пока то есть носочки там плавочки да если что-то вешать мелко но и опять же не устану говорить что вот этот лиана сушилка это просто бомба конечно очень очень круто вот так сейчас нужно еще заправить меня диван еще не заправляла сейчас быстренько приправлю а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok сейчас уже скоро да ну и собственно говоря убежали бы на улицу бы куда-нибудь на площадку и гуляли бы но на улице холодно так что как то так и и а зуб задум то и и и это Продолжение следует... 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 Все по возможности, по обстоятельствам. Вот как-то так. Живем мы в трехкомнатной квартире. Не так давно, в ноябре, переехали. Это у нас новостройка. В ипотеку взятая. До этого мы жили с родителями 6 лет. А потом мы 10 лет прожили в служебном жилье. И сейчас у нас собственная трехкомнатная квартира. Так что это здорово. Будем обживаться потихоньку. И со временем будем делать какой-то ремонт. Но все со временем. Все не сразу. Недаром поговорка. Москва не сразу строилась. Так и мы. Все потихоньку. Все помаленьку. По чуть-чуть. Самое главное есть квартира. Это уже большой прогресс. Что дети. До этого мы жили в двухкомнатной. То есть это было служебное жилье. И конечно же дети разнополые. И ну как бы все равно тяжеловато. Дети растут в одной комнате. Ну а тут конечно же у каждого своя комната. То есть у мальчишек своя комната. У Маши своя. То есть у нас с мужем своя комната. И еще плюс к тому, что у нас сам коридор. То есть получается как гостиная. То есть он у нас 14 квадратов. То есть можно сказать, что мы живем в четырехкомнатной. Вот. Ну что еще сказать про себя. В принципе все, мне кажется, рассказала. Заболевание у Маши генетическое. Заболела она у меня в три месяца. Даже в четыре, наверное, где-то так. Нам поставили прививку. Вот которая в три месяца ставится. Она немножко у меня так подстыла. Как раз было дома холодно. Отключили отопление. И в общем-то не на совсем здоровый организм. Они нам поставили прививку. И собственно говоря, наше заболевание дало о себе знать. Которое могло бы и не спровоцироваться. И она могла бы жить всю жизнь. И не зная о вообще своей болячке. Вот. Так что был разговор у нас в генетике. И мы говорили, собственно говоря, что могла ли прививка спровоцировать. Да, они сказали, да, могла. Потому что, опять же, я повторюсь. Я неоднократно говорила. Хотя я эту тему не так часто поднимаю. Но у нас ведь клетки в организме есть и раковые, те же и туберкулез. Ну, клетки, клетки, клетки. Я имею ввиду, да. Если дать толчок этому всему, то, в общем-то, получается то, что получается. Ну, дело сделано. Никуда уже от этого, как сказать, не денешься. Мы живем уже 13 лет. Конечно, живем мы на медикаментах. И что хочу сказать, что вот 3 года назад, познакомившись с настоечками, да, это та же осина и корень лопуха и сок лопуха я ставила. То есть, прогресс очень большой, могу вам сказать. Судя по анализам, по состоянию ребенка, по внешности ребенка, то есть, симптоматика очень положительная, очень классная. В общем, хочу сказать, что наш доктор, наша заведующая, которая нас наблюдает уже все эти годы, и она, конечно же, не знает о приеме этих настоечек, да, но она говорит, что у вас очень хорошие положительные результаты по здоровью и продолжайте в том же духе, она сказала. Так что мы довольны. Слава Богу, что нет ухудшения заболевания наше. Если кому-то интересно, и вдруг кто-то знает и слышал о таком заболевании, заболевании у нас муковицидоз. Это генетическое заболевание, где плохо функционирует поджелудочная железа, скапливается мокрота, соответственно, и кишечник дает сбои. Ну, слава Богу, слава Богу, тут постучать, что нам достаточно неплохо, все хорошо. Вот, друзья, так что я думаю, что я ответила на ваши вопросы. Если вдруг что-то еще хотели бы узнать, то пишите обязательно под видео. Я обязательно лучше, конечно же, в следующем видео отвечу вам более развернуто, да, ну, вдруг что-то вас более заинтересует, нежели просто вам отвечу письменно. Я думаю, так будет более понятно. Ну, вот как-то так. Так, ну, хлеб наш готовый, все. Вытащила я его из духовочки. Вот такой мягкий, вкусненький хлебушка. Пускай остывает. В общем-то, ну и с этого, наверное, сделаю сухари, потому что его не хотят есть. Не хотят. Так что, наконец-то, хлеб домашний готов. Вот настолько девчонки привыкли, они к домашнему хлебу. Выпекаю я уже более трех лет. Просто в простейшей духовке этот хлеб. И заходит прямо на урай. Настолько вот привыкла семья к хлебу домашнему. Ну, а у нас тут уже маленько дождь стал подкапывать. Я не знаю, как мы пойдем до больницы, карточку машину унести. Даже и не могу знать. Так, сейчас мы выйдем на балкон. У нас еще меньше градусов стало. Уже стало 12 градусов. Там прямо холодно. Слушайте, вообще. Конечно, дождик капает. Дождь, дождь. Ладно, будем ждать. У нас, в принципе, врач до 6 работает. У меня Саша до 5. Может быть, мне его дождаться, и мы бы успели до больницы. Тут, в принципе, недалеко больница-то у нас. Ну, так холодно. Такой ветер, дождь. Пока дойдешь весь промокнешь. Меня ж на это, знаете, как-то... Ну, что за погода? Вот скажите мне, пожалуйста. Что не хватает этой погоде? Почему такой холодный циклон идет вообще? И причем на всю неделю вот такая вот у нас холодная погода? Вот не знаю, девчонки. Вообще не знаю. Так охота, тепла. Но тепла. Где-то заблудилось наше тепло и никак не хочет найти дорогу к нам в Сибирь. Вот так. Ладно. Буду на этом заканчивать свой влог. Жду от вас, конечно же, комментарии. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И, конечно же, спасибо за просмотр. И увидимся с вами уже совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok